Всем привет! Я сейчас нахожусь недалеко от станции Николаев. Сама станция меня не волнует. Сейчас я двигаюсь в горловину Восточного парка. Меня больше волнуют грузачи, которые следуют на станции Долинская. Посмотреть, сколько их там. От Новозаводской улицы я следую к Херсонскому шоссе, который пересекает железнодорожная линия на колоссовку. От переезда остается пройти около двух километров, где за чертой города я сверну направо в поисках знакомой тропинки, ведущей к железной дороге. Сейчас найду знакомую тропинку и выйду ближе к путям. О, а вот я уже ближе вижу пути. Здесь находятся два направления. Первое направление на Долинскую. Двухпутный участок пути с однопутными вставками. Раньше этот участок был полностью однопутным, но со временем постепенно начали его одвухпучивать, готовить его к электрификации. Так как электрификацию планировали еще давным-давно провести, но из-за нехватки финансовых средств, да и из-за остальных потрясений в нашей стране, эти планы таки оставались планами. Второе направление – это направление на Снегиревку. Однопутная линия дизельная. Я когда-то по этой линии снимал зимой. Мне тогда попался только резерв. Ну и поезд 375-й. По этой линии малоактивный грузовый движ. Впереди расположился Восточный парк станции Николаев. Впереди расположился Восточный парк ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот сейчас вы видели, проехал грузач в сторону Снегиревки. Это уже один из определенных звонков о том, что эта линия уже хорошо используется. Недавно появилась довольно-таки смешная новость о том, что с Т-33С у нас в Николаеве все-таки умудрились сливать дизельное топливо. Новость противоречит высказываниям Кравцова о том, что фактически невозможно сливать топливо. Наши, скажем так, умильцы до чего угодно додумаются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА